Ну что, дружище, здорово, еще раз здорово, уже четвертый раз за сегодня с тобой здороваюсь, у меня к тебе маленькая просьба, я решил постараться, чтобы тебе было что сегодня посмотреть, но тем не менее, я понимаю, что ты не все видео смотрел, потому, пожалуйста, когда досмотришь это видео, даже если неинтересно, просто помоги, посмотри остальные, ну, как бы включи хотя бы там на воспроизведение, буду рад. Ну и от лайка с подписочкой-то не откажусь, и колокольчик проверь, потому что если колокольчик не нажмешь, все уведомления, то, конечно же, конечно же, ты не увидишь сегодняшний стрим, который я надеюсь начать в 8 вечера. Да, не шутки, друзья, я уже научил свою дочку ложиться самой спать, вот, короче, в 8 вечера постараюсь начать стрим, ну, на крайняк в 9, но в 8, так что приходи, будем разбираться вместе с обновлением, будем фармить все локации, чтобы получить максимум, максимум престижа, надеюсь, что все будет хорошо. Ну, а сейчас, как обычно, если ты уже проголодался после прошлого видоса, накладывай себе пельменей, наливай себе вкусненького чаечка, я попью кофеечко. Мне на самом деле говно полное, но, но сейчас мы прокачаемся кача, прокачаемся кача, но, как бы, мне надо посмотреть вообще, кто у меня в друзьях, потому что хотелось бы протестить все это дело не... Хотелось бы протестить, посмотри, мнимый, что, до сих пор, что ли? Или он, может, аккаунт кому отдал? Хотелось бы все это дело протестить, не в рейде, а на каких-то топах, но, в принципе, в принципе, если что, можно на Алсане, но я не знаю, он сейчас топ у нас в хулиганах или нет. Алсан, 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 Алсан. Кстати, сегодня на стриме почищу друзей и на свободные места, как бы, если хотите, вот, залетайте, друзья, нифига, Машка обогнала меня. Лем 680 силы, жесть, ну, на прибалте, если что, тогда потестим, ладно, не суть, а, короче, с чего начнем? Начнем мы не с Сикача, начнем мы с, скажем так, героя под названием... Кстати, очень схожего с Сикачом героя, это Ледяной Феникс. Здесь мы заменим талант и заменим эмблему, потому что Сикача, в первую очередь, я хочу потестить на битве гильдий. Уже сейчас сразу понятно, что Сикач подойдет, к примеру, для, там, не знаю, среднего уровня игроков, для молодых игроков, да, для прохождения битвы гильдий. Потому что он имеет свойство, когда он включается, становиться бессмертным, как Ледяной Феникс, и при этом выносить здание, если вы зачистите юнитов. Ну, вот, но как он себя покажет на битве гильдий, и какой будет риск, будет ли он оправдан или нет, мы сейчас узнаем, а узнаем, наверное, скорее всего, на стриме. Но, тем не менее, мне нужно подготовить непосредственно Ледяного Феникса, поэтому мы сейчас вместо, вместо, вместо священного огня, мы сделаем ему маскировку. Так, у меня на складе маскировки нету, давай сейчас вот так вот наролим. Так, Феникс у меня, правда, видите, один, да, надо, знаете, дать возможность уже по третьему таланту ставить на героев. Не, ну а чё? Так, и сейчас посмотрим, как быстро нам упадет маскировка. Потом, потом мы уже пойдем непосредственно к Сикачу. Ему там ролить его, прокачивать, ему все делать. Но хотелось бы сейчас по-быстрому маскировку поймать, чтобы не затягивать это видео, потому что сейчас я его записываю. Начал, грубо говоря, записывать 6.21 по МСК, а надо мне закончить через 30 минут. По той причине, что, как бы, забрать дочку с тренировки. Она на танце ходит, там танцульки, ну там больше физкультура, наверное, растяжка, вот это вот все. Пока с вами была боли, сейчас, знаете, на изи могу взять и пролистать маскировку. Это будет, как бы, абсолютно для меня нормальная ситуация. У вас будет, у вас будет, скажем так, возможность, законное право меня потроллить в комментариях. Щит дракона. Ну, в принципе, в принципе. Слушай, давай щит дракона поставлю. Так, блин, вот, короче, начинается сейчас. Еще у меня, подожди, у меня вопросики большие к тому, сколько у меня этих камней. Будет тупо, если я их сейчас просру. А, слушай, ой, нормально. Нормально, можно не очковать. Знаете, просто иногда, иногда бывает когнитивный диссонанс. Касаемо того, что ты играешь на бездонатном аккаунте, потом приходишь на донатный, и ты думаешь, у меня там ничего нету. Жизнь говно, и все плохо. Так, поменять. Давай, полетели дальше. Оживление, оживление, оживление. Оживление нам надо, кстати говоря, для сикача. Так, сикач у меня где-то в начале, потому что на сикача будем ставить оживление. Вот, сикач, сикач, сикач. А сикач поменять. Заменить. Так, второй талант открыть. Окей, нормально. Ну, давай дальше. Маскировка. Маскировка. Маскировка, маскировка. Маскировка, маскировка. Маскировочка моя. Блин, ребята, это полнейшая жесть. Короче, я не знаю, минут 10, наверное, сидел или... Нормально так времени я посидел, чтобы найти эту гребаную маскировку. Господи. Аллилуйя, нашел. Ставим, все. Даже тому герою, кому надо, поставил. Я бы сейчас здесь кому-то случайно другому поставил бы. Я бы офигел заново это все дело. Ой, ролить. Так, ладно. Сюда мы, допустим, поставим пятую оживу. Именно пятую. Да, чтобы хпшечки при оживлении у ледяного феникса было поменьше. Эту херню мне Андрюх Рылев подсказал с фениксом. Но он, типа, он там феникса использует, грубо говоря, проходя... Проходя... Проходя БГшки на достаточно... Ну, там, я не знаю, как бы... На бездонатного, что-то там рассказывал, на бездонатных аккаунтах и так далее. Мне просто интересно, как эта... Вся залупа поведет себя в боевых, скажем так, условиях. Слушай, ну надо и чару этому говноеду менять. Как бы уже давно надо было. Давай поменяем. Сука, опять сиди роль, да? Пипец. Короче, надо пенёк поставить. Надо поставить пенёк, помощь святого. Тут ещё дольше получается ролить. Давай, слепляющий удар. Ну, разработчики могли бы уже сделать, чтобы и... Как бы не было вот этой вот задержки. Что при ролике... Что при ролинге талантов, что при ролинге... О! Обряд лечения. Достаточно быстро он ко мне пришёл. Что при ролинге, скажем так, талантов. Что при ролинге чар. Потому что, ну, как бы, объективно говоря, у всех этого добра дофига. А, у меня даже здесь не наролено. Вон оно чё. Мне её никак пятой не сделать. Точность... Точность, во-первых, мне не особо хочется убирать это раз. А во-вторых, проблема ещё заключается в том, что, как бы, у меня и самоцветов лишних нету. Сейчас отдельно ролить созвездия для этого додика. И чё у нас? Ну, как бы, подожди. Мне всё равно не хватает. Ему уровень не поднимется. Потому что у нас получается пять уклонений. И, как бы, это херня. Да, всё равно обряд четвёртым остаётся. Ладно. С этим мы разобрались. Единственное, ему, наверное, надо поставить... 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 Поставить какого-нибудь карасика, да? Типа, чтобы он быстрее двигался. Окей, всё. Наконец могу переходить к прокачке. Ну, хотя бы с чарой повезло. Наконец... Относительно. Наконец могу переходить к прокачке нашего главного сегодняшнего героя. Это... Это у нас Сикач. Название топовое. Так, надо от этого всего говна избавиться. Синего. Так. 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 Так, отлично. Ну, и заодно, считай, места освобожу. Ёлки-то палки. Так, и надо за временем следить. Блин, у меня на видео остаётся 12 минут. Я, наверное, ребятушки, не поспею. Придётся потом дозаписывать. Блин, так получается, я к 8 опубликовать не успею. Видишь, в чём проблема? Да, блин. Короче, если ты смотришь это видео, то, я думаю, как бы уже стрим, наверное, начался. А может быть, уже и закончился. Не знаю. Вот мы прям... Так. Всё. Максимальное пока умение. Ну, этому голубцу мы будем, конечно, по полной программе фигачить. Так, оживление 10. Чё я хотел? Ага, и надо ему... Так, умение, да, просвет, короче. Стандартная херобора, друзья. Давай, не буду тут тормозить. Надо от этих книг избавлюсь. И не будем экономить. Совершенствовать, давай. Благо, хотя бы здесь, знаешь, золото есть. Сейчас тут все книги пропустим. Вот, теперь листать не надо. Теперь нормально всё. Быстрее будет. Так, 180. И ой! Слушай, а золото как хватает-то. А, прокачать. Господи, какой кайф. Не надо тебе... Ой, ёб твою. Чё я сейчас только что не сделал? Короче, ну, давай сразу 30. Считай, не надо тебе отвлекаться. Там это золото заходить, да, там мучить. Вот это вот всё, как бы. Ну, так, первая... Первая эволюция готова. Дальше. Ну, аугментацию мы позже сделаем. Давай дальше. Не останавливаемся. Идём сразу на вторую эволюцию. Господи, а как легко прокачивать. Так. Слушай, а мне, по сути, тогда хватит... Мне вообще, как бы, хватит одной... Одно... Одного... А, видишь, всё закончилось. Ну, ладно, это не проблема. Кстати, могу сразу ему прокачать просвет. Видишь, видишь, г-г-г-г-г. Меньше надо отвлекаться. Хотя бы, видишь, на золото. Уже, как бы, огонь. Уже замечательно. Так, и просветик у нас тут. Уже 55-й. Ясно. Так, значит, расчехляем золото. Расчехляем ману. Так, синих кристаллов хватает. Кстати, 333 тысячи. А я не знаю, хватает или нет. Вот интересно. А, хватает. Нормально. Живём, пацаны. Так, усовершенствовать. Давай. Опа, улучшить навык. Добавить опыт. 180-й. Раз, два, три, четыре. Пять. Добавить. Так, ещё просветика. Сюда. Побольше. Не-е-е-е. Е-бой. Так, эволюционировать. Короче, для вас стараюсь, ребята. Так. Есть. Дальше. Я думаю, что можем ещё раз всё расчехлить. Чтоб наверняка хватило. Так. Замечательно. Подожди, а это у нас... А, это дура у нас вообще без эволюции. Повторки нету, блин. Ну, ладно. Уже судьбу я могу прокачать. Да, я и так и не прокачал судьбу. Ой. Так. Даже за это мой... Да, есть. Так, снаряжение. Улучшить навык. Добавить опыта. Так, давай эти книжки сначала пропустим немножко. Ещё. Так, теперь пошли в ход золотые. Долбим на максимум. Так, у нас всё получилось. Десятое умение. Это всё понятно. Снаряжение. Это ладно, я тоже получу. Просвет. Просвет остался. Просветик. Опа, у меня уже закончились эти кристаллы. Ну, ладно. С этим, я думаю, тоже у нас проблем не будет. Где-то это мы сейчас можем раздобыть. Вот, смотри. Оп, 450. Открываю. Окей. Я думаю, что пока хватит. Так, он у нас второй эволюции. Руны просвет. А, теперь маны закончились. Ну, и фигу. И фиг ли там с ней, знаешь. Ну, закончилась-то и закончилась. Твою же дивизию. Чего уж тут ты поделаешь. Руны. Так, 83. Ещё пару раз, наверное, закончится. Ну, да. Два раза точно. Так, открываем. Могли бы уже, знаешь, типа, дать возможность дальше там прокачивать хранилище. Чтобы больше места было, чтобы тебе не надо было каждый раз мучиться. Потому что, ну, всё равно строители все отдыхают. Так, эмблема. И сюда ставим 10-ю ремку. Которая, я надеюсь, у меня есть. Да, у меня их целых 5. Так, питомца, питомца, питомца. Мы ему цепелина сразу ставим, чтобы не забыть. Сюда кого-нибудь можно впихнуть. Я не знаю, кого. Давай вот так вот. Вот так вот. С этим надо, с этими эпиками. Потом надо будет разбираться. Ну, давай там ещё какой-нибудь дурачка. Давай, не знаю, бугимена. Атака, 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 атака. Дальше. Всё, он у нас второй эволюции. Значит, мы ему берём сейчас. И делаем аугментацию. Так, у нас теперь этого добра не хватает. Уже 44 минуты. Мне уже надо бежать. Я пока сижу с вами. Так, всё, есть. Оп, оп, оп. Эволюционировать. Плюс 128 тысяч сил. Кстати, я уже где-то 5000 сил и качну. Так, здесь мы будем его собирать на урон, друзья. Потому мне надо здесь выбить суперсилу. И вряд ли, конечно же, у меня это получится сделать. По-быстрому. Да, я что-то увлёкся, видите, в прошлом видосе роллингом. И мало оставил себе самоцветов. Ой, боюсь. Боюсь, что мне не хватит. Наролить ему то, что я хочу. Так, давай. Очищающий удар. Спектр. Куда же, куда же без спектра. Нам нужна суперсила, нам нужен урон. Недомогание 5. Где-то у меня было, наверное, 4. Ну, наверное, же было. Это кто у меня? Ну, то есть, что я ему поставлю. Где-то 4, 4, 4. Недомогание-то, а? 5, 5, 5. Это можно бесконечно сказать. Это кто? Командора. Командоре тоже надо менять. Да менять и менять, на самом деле. Так. Везде что, 5 недомогание, что ли? Твою же дивизию. Пятая, пятая. Так. Так. Пенек, пенек, пенек. Сарихарайха. Ну, как бы на этих героев пофигу. Да, везде, слушай. Где стоит недомогание, оно везде 5. Если оно стоит. Да, сколько мне тут чар надо менять. Я реально, я боюсь даже... Я боюсь даже сюда, скажем так, всовываться. Не могу найти. А, ну и как бы... Как оказалось-то, и нечего искать. Так. Поменять. Ну и что, кому я хотел поменять? Давай ему поставим. Так, пошли дальше. Так, секач, окей. Выберите предмет. Коробки. Есть еще 3 минуты поролить. Потом придется делать вынужденную паузу. Басмастер клинка. Помощь святого. Ослепляющий удар. Так. Тампельер. Проклятое поле. Твою ж дивизию, как говорится. Призрачная охватка. Не то. Смертный приговор. Необузданная ярость. Твою дивизию, как... Как лошара, сижу, повторяю. Не знаю, короче. Если я выбью за 3 минуты сейчас эту херь, я вам расскажу. Если нет, то... Как бы молча пойду... За ребенком. Так. Не прошло и полугода. Ролил, ролил, ролил. Потом сходил за дочкой. Привел ее. Положил ей покушать. Вот только сейчас выбил суперсилу. И... Причем 24... Ну, то есть 4 из 5. Но пока что, как бы, довольствуемся тем, что есть. Да? По созвездиям. Буду это добро собирать на урон. Потому я надеюсь, что получится собрать, как бы, нормальный урон. У меня 20 тысяч самоцветов. Как бы, держите за меня кулачки. Сейчас знаю, как назло будет уклонение падать. Так. Атака. Атака. Так. Как бы не сглазить это все дело. Атака. Ой-ой-ой-ой. Что-то очень стрёмно становится. Это подозрительно. Давай еще. То есть, как бы, я просто хочу потестить. Я просто хочу проверить. Вот. И, как бы, вы не... О, еще атака. Вы не берите, пожалуйста, да, типа, мою сборку за основу. Потому что, ну, типа, как бы, мы сегодня с Андрюхой Рылевым тоже обсуждали, что... Ну, как бы, это такое, типа, да, там, может быть, для молодых оно еще потянет. А против топовых гильдий, ну, как бы, не факт. Не факт. Потому, пожалуйста, за основу все это дело не берите. То есть, мне просто интересно это посмотреть, как оно вообще будет работать. Так, атака 4 есть. Слушай, боюсь сглазить. Знаете, всякое может быть сейчас. Я же по-быстрому выбил, а за 450 падать не будет. Даже сейчас скидку стрёмно какую-то взять. Четвертое уклонение. Юг. 4 тысячи самоцветов, блядь. Чтоб я так жил. О, блин. Почти. Почти. Слушай, ну, я более чем доволен. И, как бы, я боялся реально, что мне не хватит самоцветов. Ну, их хватило, ребята. Так. Крит удар. Мне нужна атака. О, атака. Окей, есть. И, по сути, у нас получается, да, теперь суперсила пятая. Но, раз у нас ещё самоцветы остались, может, как бы, нахер тогда точность. Я-то фениксом не собираюсь героев убивать, да? О, давай вот так, вот так, вот так. Выпадет. Вот, смотрите, вот для сравнения. Сейчас буду ролить уклон. Получится, не получится. И давайте-то остатки. Если что-то останется, рандом, я... Дай мне уклон по-быстрому. Я обещаю, что остальное я потрачу на ролинг героев. Я мог бы, наверное, лучше потратить на ролинг героев. Чем пытаться сейчас уклон выбить. Пятый. Да твою ж дивизию, ну. Шесть тысяч самов осталось. Слушай, а чем чёрт не шутит, ёпта? Давай, скидки, скидки, скидки. А, смена созвездия. Нет у меня скидки. Вот оно, чувак. Вот оно, как девки пляшут. Походу, я, знаешь, пошёл тут вабанг. Вот, поверил в свою удачу. Но, судя по всему... О! Аллилуйя. Мы даже ещё на четыре тысячи... На четыре тысячи... На четыре тысячи, ёпта, самоцветов по ролям героев. Не знаю, как бы сейчас, не сейчас. Может быть, вдруг ещё куда-то самоцветы понадобятся. Я возьму, всё просру, да. Снаряжение, судьба. Да, ну, обряд лечения здесь уже, как бы, нормальный. Пятый, хотя бы пятый. Так, продолжаем заниматься им. Что нам осталось? Нам осталось... А, давай сейчас по ролю. Давай по ролю. Я ж наркоман. Ну, хотя надо стрелок, надо королева гарпи, надо самоцветов для битвы гильдии оставить. Да, потому... Давай девятьсот... Девятьсот, на всякий случай, оставим. Потом, если что, на стриме напомните мне, я до ролю. Так, окей. С Фениксом мы разобрались. Надо судьбу всем добить. Смотри-ка. Мы уже этому гаврику можем добить, да. То есть, у нас появляются эпики, у нас, значит, появляется возможность покачать судьбу. И это неплохо. Ну, как появилась, так она быстро и закончилась. Так, тут тоже. Демон. Так, тут тоже. Так, этой дури я ещё не качал. Посмотрим, докуда получится. Слушай, ну, нормально. Опа, золото, золото. Ну, нормально всё. Жёлто! Жёлто, так. Золото расчехлили. Сколько у нас силы? 163 тысячи. Ну, как бы не так... Знаешь, не так уж сильно мы подняли. Но ничего, всё ещё впереди. Так, кому мы ей, да, фигачили? Так, повторки нету, но у нас есть камни судьбы. М-м-м-м-м. Окей. Дальше давай этому гаврику посмотрим. Да, тут мы недалеко продвинулись. Ну и, соответственно, нашему сейчас главному герою. С нуля начинаем ролить. Надеюсь, хватит хотя бы на 11-го менее. Что, за 5 золота закончилось? Твоё ж, твоё ж, ёлки-палки, это. Твою ж за ногу, Купидона. Так, есть. Это всё у нас полетело. Короче, что-то мне кажется, что... Да, и нет, я в 8 вечера не успею сделать стрим. Я в 8 вечера не успею сделать стрим, потому что уже 19.20. Пока я смонтирую, пока загружу, пока опубликую, да. Да, ребята. Ну ладно, ладно, что ж поделать в следующий раз. Просто захотелось мне вам сегодня вот всё сделать. Вот эту вот серию роликов. Вообще, выгоднее этот видос было бы завтра выпустить. Так что поставь лайк, потому что из-за того, что я его сегодня выпущу, да, вечером как бы просмотров будет меньше. Хоть поддержите, ёлки-палки. Так. Ну, нормально. 25 тысяч на самом деле тут судьбы. Это неплохо. Всё, закончилось. 30-ая судьба. И чё? Давай уже, раз мы зашли так далеко. Давай приколимся. Ну, чтобы всё по-честному нормально было. Ему 30-ый прорыв долбанём. Сколько у меня камней пламени? Камней пламени у меня было 30 тысяч, пока эти все ништяки ништяки не начал открывать. И чё я пролистал? 37 тысяч. Окей. Ну, сегодня вот с этих видосов 7 тысяч ещё поднял. Ну, давай. Там сколько? 14 тысяч. 14-15 тысяч вроде стоило, чтобы на максимум прорыв сделать. Ну, давай, пускай. Пускай фигачатся. Бля, вот книг мало. 10 тысяч. Не знаю, хватит их или нет. Чё-то я был уверен, что их намного больше. Ну, посмотрим. Посмотрим, друзья. Я думаю, что вам сейчас неинтересно будет на это всё смотреть. Я возьму и вырежу кусок. Так, ну что, ребята, у меня докачивается 30-й прорыв. Самое интересное, что я... Опа, значки почёта закончились. Что я даже не знаю, то есть он у меня будет, этот герой, активно использоваться, да, или нет. Потому что, ну, просто тупо качаю ради того, чтобы протестить. И у меня куча героев, других стоят, которые... которым требуется, мягко скажем, тоже прорыв. И... Вот, как бы вот так вот. Будет весело, грубо говоря, если я его прокачаю, а потом возьму и заброшу. Ну, то, что он там нигде... нигде мне не подойдёт. Или, к примеру, мне нужно будет его пересобирать, да. То есть я его на битве гильдии использовать не буду, а буду использовать, к примеру, только, не знаю, может, в ПВП-локациях. Ну, это вряд ли, конечно, но тем не менее. А как бы с той сборкой, что я собрал, это не подойдёт. Ну, давай, сколько у нас тут осталось? Воспламенение. А, авторежим, давай уже, добивай. А, слушай, нормально, он так кулачков жрёт по 180 тысяч за раз. Мне же ещё раз может не хватить. Что-то надо было больше, короче, кулачков открывать. Что-то, да, печалечка. Так, 200, ты уже по 200 тысяч кулачков жрёт. Вот что, на сволочь такая? Прожорливая, а? Прожорливая такая сволочь, что 28,5. Сейчас что-то закончится. Ну, нормально. Нормально. Камни пламени ещё есть. Живём. Ну, что, хватит кулачков докачать до конца? Достигнут максимальный уровень прорыва. Па-бам! Па-бам! Всё? 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 Окей. Допустим. Как бы... Подожди-ка. Это ж у нас этот... Супер, блядь. Супер-чувак. Невозможно улучшить, не хватает ресурсов. Да, ну, как бы... Повторок у нас нету. Кстати, я ещё, знаете, чё? Я ещё вот этой дурью не прокачивал. Тут тоже ресурсов не хватает. Вот, блядь, забываешь? Сейчас столько этих нюансов, что, ну, ты реально забываешь. Подожди. Какая нахер судьба? Перейти, мадамбо. О, видишь, повторки есть. Ну, ладно, это... Хотя, давай, улучшить. Ай, ёптаё, давай. Оп, перейти. Одна есть. Качаем, качаем, качаем. Ещё одна есть. А, видишь? Всё-таки самоцветы были нужны. Хотя бы, знаешь, один раз ударить. Уклонение, крит-сопротивление. Ну, как бы, ладно. Лучше, скажем так, чем ничего. Судьба. А, видишь, я из парки могу тоже перейти. У меня же из парки есть. Нормально могу вкачать. А! Их тут уже надо два. Ясно. Подожди, с этим понятно. Подожди, это же я тоже тут ловил. Повторки ему. А, нет, царь, не поймал. Так. Так. Вот этого эволюционировать я не могу. Да, повторки нету. Так, окей. Чё у нас с ним получается? Двухсотый уровень. 546 тысяч здоровья плюс миллион триста шестьдесят пять тысяч. Это, короче, по два миллиона у него здоровья. И 57 тысяч, это шестьдесят семь тысяч. И, ёпта, шестьдесят семь. Я уже что-то плюс 73, семьдесят четыре тысячи урон. Ну, атака, атака чуть... Скорость атаки ниже средней, на самом деле. Так, ладно. Выставляем, значит, мы его. Трианта мы... Трианта мы... Слушай, а триант нам этот не нужен. Нам, наверное, нужен нормальный триант. Или же... А, нет, для Феникса надо вот такой триант. Ясно. А, дальше... Купидон. Купидон нам не нужен. Да, мы же пытаемся, типа, через... Без Миноса пройти. Купидон нам не нужен. Мы вместо Купидона ставим Феникса. А вместо Минотавра... Подожди-ка, чё-то... Чё-то я, походу, в подсчётах накололся. Зефир и Канубис стоит для зачистки. Ага. Вместо Миноса Барда. Да. Ну, вот, всё. Всё сошлось. Я уже обрадовался, что у меня одно свободное место появилось. Но нет. Вместо Миноса мы ставим Барда. Где-то он у меня тут был. Вот он. И как бы всё. Наша Dream Team, ребята, собрана. Наша Dream Team собрана. Ну, и чё? Короче, буду... Ну, как и по той тактике с Миносом. Просто будем делать по-другому. Да, Зефир и Канубис чистят. Потом Феникс. Если Феникс включается, потом на добивку, грубо говоря, вот этот вот чувачок. Ну, давай. Смотрим. Смотрим. Вот у нас... Вот у нас всё собрано. Так, где мои друзья? Здесь. Друзья. Алсан. Давай Алсана пройду. Тренировка. Так. Запись идёт. Всё нормально. Ну, вот не знаю, он сейчас защиту выставляет, не выставляет. Он в топе у нас был, не в топе. Ну, вообще, этот как бы... Динамо стоит, не стоит. Прикол этого нового героя... В том, что, грубо говоря, ему похер на Динамо, да? То есть, ну, Динамо стоит. Ну, что-то Зефир и Канедолго убить не могут. Всё, убили. Давай, на всякий случай, их всех поднимем. Вот. Спамить даже не буду. И... О, дочка пришла. Я хочу поиграть. Что, ты хочешь поиграть? В глину. В глину? Нет, не сегодня в глину будем играть. Давай я попозже подойду, солнышко. Не, я буду она играть. Солнышко, давай попозже подойду. Тебе уже скоро спать, а ты в глину хочешь играть. Ну, не знаю. Ну, дочка хочет поиграть в глину. Просто она любит рукоделием заниматься. Так, окей. Смотри, что дальше делаем. У нас 11%. В принципе, нормально всё. Всё, где у нас сторона ратуши? А что-то я ратуши вообще не вижу. А, ратуши посередине, ёпта. Так, отвлекаем. А тут даже нету этой её лисы. Опа! Вот, он включился, смотри-ка. И с карасиком достаточно быстро полетел. И, ну, второй раз, конечно, не включился. Но! Но! Ммм... Кстати, ну, нормально, нормально всё. 62% Спаймим, спаймим. И давай этого чувака выпускаем. Его можем выпустить где угодно. И вот, он, смотри, он смог включиться. Но проблема заключается в том, что вот этими вот спектрами и прочей этой дресснёй... Всё, прошли на три огня. И прочей дресснёй может получиться такая ситуация, что... Как бы тебе объяснить? Ну, его заблокируют, и всё, и ты пойдёшь нафиг. Ладно. Это прошли. Давай теперь попробуем пройти... Шизоид. Подожди, где-то здесь был... А, вот, прибалт действия. Тренировка, он же в топе был. Наверное, защита должна быть. Так, прибалт. Окей. Вот, вот, тут уже, тут уже, видишь, тут лиса есть. Тут уже есть лиса. Ну, нам главное зачистить. Замерьте, как... Да, вроде бы они сияние у героев убрали, но всё равно, какой бардак из всех этих фейерверков происходит, непонятный. Да, посередине. Всё равно, нихера не разглядеть, нихера не понять. Так, давай, сейчас этих восстановят. Вот. Ну, это как одна из тактик. Типа, если уже запарил Аминосово ходить, как меня, да? Ну, вот, вот такая вот одна из тактик. Всё, ну, мы зачистили, мы молодцы, даже 17% набили. Ну, как бы, поначалу, да, лучше не набивать тут 50%. По крайней мере, ну, ты ж не уверен, феникс включится или нет. Ой, давай. Давай, давай, давай. Где у нас ратуша? Так. Давай где-то с этого, ну, давай с этого бачка как-то. Отвлекаем, выпускаем феню. Ой, феня, слушай, феня молодец, вообще красавчик. От души, правда, видишь, заспамить второй раз не смог, не смог эту лису. Ну, ничего. Ну, теперь спамим лису, выпускаем нашего дурачка. Он с цепелином. И он включился. То есть его не заблочили. Но! Сука, посмотри. Ну, как бы, смотри, до трианта даже дело не дошло. Но это всё ерунда. Ребят, это всё ерунда. Ладно, давай я уже с Серёгой смсом списываться не буду. Давайте попробуем кого-то из топа найти. Или как-то списаться с пацанами. Вот до зверского никого не можем. СМСы не можем. Кирета. Ахиллес. Ну, давай. Атака. Ну, хотя это рейд. Ну, рейд это не то, как бы. В рейде там эти бафы, там таблетка, не таблетка. Как бы рейд это не объективная проверка. Не объективный тест. Ну, как бы, хотите объективный тест, это жду у вас на стриме. Так. Ну, мы при всём при этом зачистили. Кхе-кхе. Слушай, 26% набили. Нахер я вообще спамил. Надо, чтобы они вырубали быстрее. Зефирика. Ну, и что? Отвлекаем. Выпускаем. Феня. Настало твое время. А Феню застанели. Но сейчас, видишь, маскировочка. А? И как бы всё. И можешь попытку заново начинать. По идее. Да? Но. Мы можем приколоться и посмотреть, что будет, если при 28% выпустить нашего чувачка прокачиваемого урона. Скорее всего. Скорее всего. Это будет слив. Вот. Но хочется проверить. 55. У него оживо, да? То есть он три раза будет вставать. 79. 80. 90. 99. Блядь. Мы прошли. Да. 100. Он как будто только один может. Ладно. Давай так. Я сейчас попробую с смсом договориться. Я не знаю, он онлайн, не онлайн. Сейчас, если как бы он онлайн, тогда я добавлюсь к нему в друзья. Это всё нормально будет. Так. Пока Серёга выставляет деф. Давай попробуем напасть на чувака под ником Мир. Он из Монархов. Ну, у него там пальцы эти торчат. Наверное, он из Монархов. И, наверное, у него защита. Нормально вы выставлено. Видим мастера рун. Мастер рун, по идее, вот, мастер рун, по идее, как бы, должен блочить нашего Секача или Секача, Пекача. Так, окей, ладно. Меньше слов, больше дела. Нам надо зачистить эту всю херню, да? Потому, давай, делаем так. Делаем раз, два. И пытаемся спамить. Блин, блин, спамлю, сука, прям на Анубис. Дегенерат. Да, видишь, главное зачистить. А зачистить сейчас не получается. Да, то есть, ну, как бы у нас... Хотя, не, нормально, нормально. Мы даже, грубо говоря, без заживления зачистили. Я даже сейчас могу успокоиться. Не спамить. Тем более, для спама у меня мало юнитов. Юнитов. Выносится. Выносится зефирик. Чуть-чуть спамим. Выкидываем. Бля, вот это я лох. А, ну, Барт все равно включился нормально. Барт включился. Шесть процентов набили. Окей. И давай, 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 давай. Ну и все, выпускаем Феню, Феню. А тут, видишь, с Феней другая проблема. Тут проблема заключается в том, что, видишь, тут героя выставлены наружу. Да, и Феня может мало зацепить. Ну, давай. Так, где-то мы вот здесь выпустим Феню. Он летит у нас быстро. И как бы не включается. Видишь, и тут или несколько попыток надо тратить, или что. Ну, давай опять пойдем на риск. Тут есть Мастер Рун, который будет блочить все это дело. Давай с шести процентов попробуем. Выпускаем нашего Секача. Пекача. Вот, сорок семь процентов. Пятьдесят три процента. Он еще пока живой. Его вроде не заблочили. Ну, тоже восемьдесят два процента. Это при том, что Феникс не включился. Ох ты, еб твою. Я, у меня юниты закончились. Я лоханулся, трианта выпустил. Но все равно, смотрите, прошел. Ну, это как бы я не в рейде где-то, да. Это, ну, типа топовые игроки. Давай восстановим юнитов. Ну, хотя, я думаю, может. Давай еще тут долбанем немножко. Это топовые игроки. И просто, блин, как бы с шести процентов я им набил. Ребят, с шести процентов я им набил. Да, тут как бы, ну, поговариваю, типа, спектр не актуален. Но, по сути, сейчас, я думаю, может быть, топы будут возвращаться к спектру. Потому что, ну, сейчас что-то мне кажется... С Андрюхой обсуждали. И, ну, реально думали, что, как бы, ладно, рейды, ладно, там где-то средние гильдии, средние топы, да. Которые там не сильно заморачиваются по поводу защиты. Но то, что я сейчас наблюдаю, ну, это имба. Это имба. Вот. Так, битва гильдий. Украина, добро, люди. Видишь, сегодня монарха нету. Грустно. Ну, как бы, ничего страшного. Все равно будет на ком потестить на стриме. Так, идем, переходим, друзья. Так, Серега, смс, тренировка. Воскрешаем героев. И у нас смс. Так. У него тоже мастер рун стоит. Но спектров, я так понимаю, там не особо есть. Ну, главное зачистить Серегу. Да, Серегу зачистили. Выпускаем. Выпускаем этого барда. Барт свою миссию выполнил. Кстати говоря, слишком много процентов мы набиваем на Сереге. Тут надо меньше, наверное, спамить. Ну, когда вы видите, что вы на базе набираете много процентов вместе с Зефириком и Анубисом, используйте одного Анубиса. Ну, мне что-то подсказывает, что я могу вот одним этим сейчас выпустить Секача, Пекача и как бы пройти. Ну, давай попробуем по Феншую. Возьмем Зефирика. Ой, этого. Феню выпустим. А, Феня, Феня, видишь, Феню заблочили. Все, Феня сосет. Ну, окей. Феня-то сосет, но у нас есть наш этот имбодруг. Заблочит его, не заблочит. 57 процентов. 73, 77. Его жестко, его жестко убивают. 86. Он попал под лесу. Я херово спамлю, но мы все равно прошли. Но это что-то жесткое. Ладно. Ладно, давай сделаем сложнее. Давай сделаем сложнее. Так, юниты. Юнитов побольше. Ну, это жесть. Это жесть. Хотя куда еще сложнее. Ну, то есть, мне в любом случае надо Анубиса и Зефирика выпускать, чтобы, грубо говоря, они убили юнитов. Потому что этот чувак, он фигачит по юнитам. То есть, они тут процент сам по себе, ну, процент свой набирают. Да, давай действие, тренировка. Просто давай тогда вот так вот. Вот так, раз-два. Ну, вот сейчас зачистим. А, вот, все, зачистили. 6% всех убили. Я больше никого выпускать не буду. Давайте я просто выпущу этого чувака. С 6% интересно, Серегу пройду или нет? И потребуется ли триант? Так, спам. Выпускаем нашего друга. И не забываем спамить. Потому что, ну, каждое... Каждое попадание лисы по нашему чувачку означает, ну, как бы приближает нас к сливу. 80%. Вот сейчас у него последняя жизнь. Если не ошибаюсь. 95% 100%. Ну, ребят, я думаю, что вам все понятно. В любом случае, я думаю, что, как бы... Ну, топы разные, да? И каждый топ выставляет все-таки защиту там под что-то свое против чего-то там. Как бы невозможно взять и защититься от абсолютно всего. Если выставишь защиту против Секача, пройдут Миносом. Если выставишь защиту против Миноса, пройдут там еще кем-то. И вот, как бы, это замкнутый круг. Да, и я более чем уверен на каких-то битвах гильдий в будущем, когда топы додумываются, как выставлять против него защиту. Ну, как не видится, это Мастер Рун и плюс 100-500 спектров. Тогда начнутся проблемы. Вот. Но уже можно явно сказать, что если вы там где-то играете на среднячках или недавно начали играть, и вам выпал Секач, то вам офигеть, как повезло. Он вам поможет в прохождении битвы гильдий. А дальше что еще могу сказать? Могу сказать, блин, ну это имба. Может быть, потом будет сложнее, но, блин, мне интереснее и легче проходить сейчас им. Хотя, хотя, да, Миносом, по идее, может быть сложнее, но более безопаснее. Ты там ситуацию больше контролируешь. Здесь, как бы, лотерея, могут заблочить, могут там еще что-то застанить, что угодно может произойти. Там магические башни тоже бесят. Вот. Как бы, может получиться так, что он один раз только сработает, и все. Его даже триант потом поднимет, он все равно не сработает, и Феникс не сработает, и как бы, и ты слился, у тебя 55%. Не знаю, короче, смотрите сами, но по мне, прям, я не жалею, что на него задонатил. Видос был долгий, кто досмотрел до конца, огромнейшее вам спасибо, жду вас на стриме, буду сегодня тестить это все, продолжать на битве гильдии, проходить локации. Всем пока!